Улица Тибета Шигара конкретно Мы возвращаемся сейчас в гостиницу Одни здания разрушают Бану будут строить Работают вручную С перевала 5200 Увидели впервые всю панораму Гималайского хребта Четыре восьмитысячника Слева Макалу В центре два восьмитысячника Лхоза и Верест И с правой части Чо Ю С перевала 5200 Вы видели всю панораму Главного Кавказского Гималайского хребта С четырьмя восьмитысячниками Таблички Российским альтминистрам Которые оставили свою жизнь Всех в Москве Верест Ребята Барнаула, Шевченко, Дорочин, Путин И Киев В Санкт-Петербурге Товарищ по сборной Тоже Санкт-Петербурге Данный монумент В честь измерения Эвереста в 2077 году И здесь указано правильно Процесс технических занятий На льду Отработка на зажиме Движение вверх П-образные перила Потом горизонт Скользящим И спуск вниз На тоже Сначала спортивным способом Потом с помощью тюльфера В разницу Влево-вправо прыгай Вправо Прыгай, прыгай вправо Дальше вправо Не падай Все Дальше вниз спускайся Влево-вправо Все Идет пудза Благословение Благословским законам Нашей экспедиции По успешному восхождению На Еверест Благословение 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 Неприметным Атрибутом Пуджи Является Можжевельник Когда его поджигает Тот дым Который Уходит вверх Он уносит молитвы К Будду И тот Все это слышит Я хорошо Когда на гору Идет Происходит растяжение Молильных флажков Которые все Исписаны мантрами И которые Также будут Раздеваться на ветру Уносям Молилы И просьбы Наши Будде Процесс натяжения Эти флажки Должно Быть не меньше Трех Максимальное Количество Флажков Должно Развиваться Чтобы Можжевельник Доносилось До года В лагере Идет Текущая Жизнь Портеры Погонщики Яков Собираются Вместе Груз Вкладывается В одну Кучу Чтобы Все Отправить Наверху Эбиси Очень много Подошло Яков На эту Площадку Где расположены Все базовые Лагеря Многих Экспедиций Тибетские Погонщики Знак Успеха И знак Благодарности Что их взяли На работу Делает нам Танец Национальный Сердар Вручает Шарф Успеха Тибетской Буддийской Традиции Характерная Особенность Тибетских Погонщиков Вообще Тибетцев Длинные Немытые Грязные Черные Волосы Заплетенные В косу Волосы Типущая жизнь вверх И сердце лерияки, которые нам помогают Подготовка к куджи в ЭБСИ Но обязательно присутствие тех элементов, которые имеешь в виду То есть альпинистского снаряжения Это с нашей стороны, со стороны монахов и буддистов Это священный огонь из можжевельника Обязательно лаги с мантрами Вот сейчас шест как раз для растяжки ставится Ну и всевозможные кушания, чтобы вложить Будду Ну вот началось посвящение Лава читает нас мантры Воззвание к Будде С просьбой оказать содействие в нашей экспедиции В успеху экспедициях В последний, кстати, день Здесь в законе Самое благоприятное для проведения Буддистым законам Буддистым законам Создателем успеха для экспедиции Сейчас это растягивают флажки Вот выход с лестницы Уже на самый перевал Сложные лазания Вертикальные Но лестница здорово помогает С северного седла Конченго Северная вершина Эвереста А в середине Слева Отвес Розов хочет оттуда прыгнуть Внизу Эбиси На море То это ледник Восточный Иранбук Уходит налево И вот подъем По нашему северо-восточному гребню На восточной И на вершину Люди уже идут Тихонько Вот конец снежника Ориентировочно 7500 Ну и сама вершина Эвереста Достижение 20 века Кипячение чайников Кастрюль За счет солнечной энергии Вот сейчас хозяйка поставила этот чайник Фокусировка солнечной энергии И потихоньку все это будет И заснимем в конце Когда чайник уже закипит Основной жар вот здесь Вот посередине Ну да Ну как раз он должен фокусироваться На дне На дне чайника Энергия вся А здесь такой большой старинный чайник Полиэтиленовой пленкой затрутнут А сам отражатель то сделан примитивно Они никак не пали За счет простой Жестяной пластины Покрыт отражающей серебристой пленкой Как только аккуратные Серьезные здания Сразу чувствуется что это государственные Вот подходим сейчас к интернату Детский интернат Детишки занимаются здесь Со всей округи Воспитательница Ходит Вот они что-то пишут Сидя на земле На коробках И на коробке же пишут что-то А тут же лежат Псы Их кстати много здесь А вот кошек нету Кошка как по-английски Кошек нету Ну видели только кошки Которые по крышам ходят Вот почему Они их съедают все кошки Кошек съедают собаки Ну и вот горы Веду Находимся в верхнем грандбуке Старый монастырь Здесь когда-то пребывали ламы Высота здесь Какая здесь высота? 5 тысяч? Где-то да 5 тысяч 5 тысяч метров Ну то есть самый высокий Наверное Буддийский монастырь Он сейчас не действующий Но кельи остались Остались кельи Вот здесь они жили Кельи сделаны Или пещеры Сделаны Прям в камнях Ну немножечко добавлены Кладка Вот там стена Сверху видна Под стеной Защита от ветра От восточного Ну в принципе Западным ветром Продувается Федор, пожалуйста Два слова Ну это монастырь Сторож живет Ну вот сейчас Единственный смотритель Да Единственный смотритель Ну типа сторожа Мы приехали же Походить по пещерам Но их закрыто Сторожа нет Походить Посмотреть Отдать дань Ну в общем поражается конечно Как в процессе веков Люди пристраивались Приживались к жизни Вот тут Немножко цементом Заделали тропинку Чтоб туристы Не проваливались И в дальнейшем Вот дальше кельи Прям в скалах В скалах сделаны И все это находится Под восточной стеной Скалы Красивое зрелище Столб Натянуты флажки с мантрами Они развиваются На фоне Эвереста И все наши молитвы Или ихние молитвы Этих монахов Уходят наверх Будзе Классный снимок Диву только можно даваться Как в этих условиях Вот они Несколько веков здесь На пятитысячной высоте Жили В этом монастыре Сделанных В пещерах В скалах В одном из помещений Находится большой Молильный барабан Буддийский Ну который Крутишь Говоришь Молитву Мани Пазма Хум И все твои желания Уходят к Буде наверх Вот Пожалуйста Как на ветру Разливаются Молильные флажки И как сильно Уходят мантры Молитвы Наверок Будзе Молитвы 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 Наверное Какие-нибудь Бычьи Пузыри Пленки Были На Весто Стекол Ну и Ящики Примитивные Молитвы Молитвы Молильные Ступочки Они Везде Здесь Есть По всему мастерю Вот это Маленькие Ступочки Это Есть Захоронение Монахов Лам Ну, чем крупнее, тем значимее был человек. Ну вот, стурмовой выход. Мы преодолеваем лестницу. В Нордколе, на северное седло. Народу сегодня много. Второй штурмовой день. Ну, в смысле, на Нордкол я иду. И вот, люди идут, идут, идут. Ну, лестница здесь трехъярусная, связанная, трещина большая. Ну, а дальше взлёт метров тридцать. Крутой. Лейла, я включил видео. Мы идём с горы после Эвереста. Мы на нём были двадцатого числа. Твои впечатления? Что я могу сказать? Всё вместе и радость, и гордость за себя. За то, что судьба мне предоставила такую возможность прославить свою народу в этом экстремальном виде спорта. Вообще, я не люблю говорить. Каждый раз, когда я возвращаюсь с большой горы, меня не покидает чувство удовлетворения. Почему? Ему очень много труда вложено. Не только чисто физически за эти два месяца, но много организационного. Здесь меня, ну, удовлетворение такого плана, что я взял команду и дал себе слово, что дело доведут до конца. И оно свершилось. Мы были еще двадцатого числа вместе на вершине. Вот это чувство, самое главное в качестве человеческих эмоций, может быть. Всё. Субтитры создавал DimaTorzok